Не просто галочка. Беларусь готовится к единому дню голосования. Выборы мы проводим в первую очередь для себя. Сколько бюллетеней получат избиратели? Билет на тот свет. В Могилёве задержан пьяный водитель маршрутки. Как вычислили нарушителя? В преддверии чудес Бобруйск преображается к Новому году. Настроение, конечно, уже праздничное. Что из украшений в тренде? А также строительная сфера, очередная угроза и грациозные па. В городе пройдет традиционный новогодний бал. Когда? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Белорусским избирателям в единый день голосования раздадут разное количество бюллетеней. Менчане, например, получат только два, жители деревень – по четыре. Это обусловлено тем, что сельчане будут выбирать депутатов поселкового, районного и областного советов, а также палаты представителей. Дата назначена на 25 февраля 2024. Исключено голосование за рубежом. Участки будут работать только в Белоруссии. Избирательным правом наделят и тех, для кого «синеокое» стало буквально вторым домом. Планируем пригласить представителей Центральных избирательных комиссий стран СНГ. Мы должны понимать, что выборы мы проводим в первую очередь для себя. В составе избирательных комиссий, а их около 6 тысяч, планируют задействовать порядка 70 тысяч человек. По обновленной Конституции не позднее, чем через 60 дней после голосования должно пройти Всебелорусское народное собрание. Крайний срок для его проведения в 2024-25 апреля. На пассажок. В Могилеве задержан пьяный водитель маршрутки. Наряд ДПС остановил «Фольцваген». Пассажиров было больше положенного. Когда инспекторы пригласили шофера в служебное авто, заподозрили неладные. Медосвидетельствование показало 1,1 промилле алкоголя. Мужчине грозит штраф до 7400 рублей и лишение прав на 5 лет. К слову, для нарушителя это не впервой. Лидирующая позиция – правила безопасности и скользкая поверхность. В Белоруссии за две недели от гололедных травм пострадали почти 4000 человек. Какие места лучше обходить стороной? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Синеоке зафиксирован самый низкий уровень безработицы в ЕАЭС. Общее количество нетрудоустроенных не превышает 3,6%. Это ниже, чем у России. Она расположилась на второй строчке. Третье место делят Казахстан и Кыргызстан. Молодежи, которые не спешат. Устраиваться на работу в нашей стране всего 10%. На рынке труда Беларуси предлагается свыше 95 тысяч вакансий. В стране зарегистрировано более 140 случаев кори. Эпидемиологическая ситуация развивается на территории четырех регионов – Брестской, Гомельской, Минской областей и столицы. Вирус распространяется среди невакцинированных. Медики призывают белорусов старше 18-ти уточнить свой прививочный статус. Это можно сделать в поликлинике по месту жительства. Строительная отрасль показывает хорошую динамику. По итогам 9 месяцев экспорт услуг вырос на 13%. Наши специалисты активно работают в России. Возводят жилье, социальные и промышленные объекты. Кроме того, развивается сотрудничество и с другими странами. С экваториальной Гвинеи рассматривается возможность построить три завода. В республике продолжается проверка пассажироперевозок. В рейды выходят представители ГАИ, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и других ведомств. Несмотря на то, что повышенное внимание к сфере уже несколько месяцев, нарушения по-прежнему есть. Изъято 44 автомобиля. Пренебрежение безопасностью недопустимо. В Беларуси за две недели от гололедных и холодовых травм пострадали порядка 4 тысяч человек. 870 дети. Из-за изменения погодных условий Минздрав напоминает быть максимально осторожными. Потенциально травмоопасным местам относят ступеньки подъездов, подземных переходов, остановки общественного транспорта и горки. Обувь должна быть удобной и не скользящей. Генеральный прогон. В Беларуси 27 января пройдет репетиция централизованного экзамена. Определены 144 пункта. Участие примут более 58 тысяч выпускников. Это на 5 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Правила останутся прежними. Данные планируют обработать за две недели. Особенностью репетиции станет то, что она пройдет по всем предметам по выбору учащихся, включая русский или белорусский. Это объективная оценка знаний и для выпускника в первую очередь, ну и безусловно для учителя, для педагога, который также с трепетом ожидает итогов централизованного экзамена для того, чтобы в какой-то степени поставить отметку и себе по качеству своей работы и обучения. В Бобруйске 100 баллов на ЦЕ весной получили 25 учащихся. В 2024-м свои знания проверят 1300 выпускников. Сами экзамены намечены на 27 и 30 мая. Бобруйск вовсю готовится к самому волшебному празднику. Улицы и предприятия города пестрят украшениями и гирляндами. На полках магазинов в изобилии новогодние товары, атмосфера чудес на каждом углу. О зимнем настроении Елизавета Липеева. В новогоднем шаре весь мир отражается. В выставочном зале художественного музея царит настоящая ретро-сказка. Здесь представлена коллекция ёлочных игрушек советского периода. Каждое новогоднее дерево украшают ценные экземпляры определенной тематики. Сказочные персонажи, птицы, шары, прожекторы, космос. Около 600 уникальных фигур. А на стенах пестрят 300 новогодних советских открыток. Есть поздравительная карточка даже времён 1947-го. Приглашаем гостей и жителей нашего города посетить нашу выставку и зарядиться новогодним настроением. С 10 до 7 по улице Светилистическая, 100, выходной понедельник. Цены входных билетов взрослые три, детские с пяти лет два. Тренд на ретро-игрушки стремительно набирает популярность. Хрупкие шары советских времён сохранились не у многих. Зато сейчас подобные ёлочные изделия делают из специального прочного материала. В универмаге настоящая кладезь оригинальных фигурок. Для тех, кто желает создать или пополнить собственную коллекцию украшений, есть товары на любой вкус и цвет. И за подарками, и за игрушками прихожу. Я здесь каждый год приобретаю для себя вот именно наши белорусские товары. Это вот ассортимент там из ёлочных игрушек, потому что они необыкновенные какие-то. Можно что-то вот подобрать для семьи, для души, как говорится. Ну, настроение, конечно, уже праздничное. Много разных игрушек, что-то вот таких сувенирчиков. Но мы ходим с мужем и ищем детям подарки, внуку. И как-то не можем определиться. Очень много красивых игрушек. Поэтому мы с дочкой пришли, чтобы осталась память о нас. Потому что наша бабушка тоже когда-то нам такую же покупала. Гирлянды вешаем и на шторы, и в комнате у детей. Вот, игрушки новогодние обычно покупаю. Очень нравится Грай с их разными фигурками, с ручной работой. Вот всё вот такое вот красивое новогоднее. Витрины пестрят идеями для подарков родным и близким. Приятными памятными сувенирами станут презенты с символом 2024-го, дружелюбным драконом. Праздничное настроение создадут и зимние статуэтки в виде сказочных персонажей. А ароматические диффузоры наполнят дом терпким запахом Нового года. В магазине представлен огромный ассортимент новогодней продукции. Это украшение и сувениры белорусского производителя стоимостью от 5 рублей. Ассортимент пополняется у нас каждую неделю. До самого волшебного праздника остаётся три недели. Все в ожидании чуда. И пока оно приближается, самое время выбирать подарки, доставать пушистую ёлку, красочные украшения и создавать чарующую атмосферу сказки. Кстати, специалисты уже приступили к украшению главной новогодней красавицы города. Церемония зажжения огней запланирована на 16 декабря. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Яль на свете всех милее. В Бобруйске пройдёт новогодний бал. Торжество запланировано на 15 декабря в Центре дополнительного образования детей и молодёжи. Светский вечер – часть республиканской благотворительной акции «Наши дети». Участие примут 100 учащихся 10-11 классов. Свой шанс школьники получат за высокие результаты в учёбе, творчестве и спорте. К красивой традиции ежегодно присоединяется руководство города. Не обойдётся без выбора короля и королевы бала. В 2022-м самой изумительной парой стали представители 11-й школы – Дмитрий Рагимов и Альбина Мажоровская. В этом году за диадему «Прекрасным леди» ещё предстоит побороться. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин